Ситуация в целом-то далека от благополучия, что и признано уже на федеральном уровне. И буквально несколько дней назад премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, в общем, дал поручение еще раз тщательно проработать план антикризисных действий. Что касается нашего округа. Наш округ в какой-то части это такой слепок с Российской Федерацией, естественно, но с значительным превышением зависимости от доходов от нефтянки, в части доходов от нефтянки. У нас нет серьезной развитой промышленности, и поэтому очень важны вот те шаги по поддержке тех предприятий, которые работают для сохранения рабочих мест, и восстановление работы тех предприятий, которые по разным причинам работают плохо. Это, например, восстановление предприятий в отрасли строительства, в первую очередь, и в отрасли переработки рыбодобычи, переработки продуктов рыбопромышленного комплекса, переработки дикоросов. Потому что бюджетная сфера, хочешь не хочешь, она будет сжиматься. И первая задача органов власти, мне кажется, это обеспечение рабочих мест. Это можно осуществить тем, что я сказал, поддержка предприятий, восстановление работы в сфере строительства, в сфере рыбопереработки, например, а также серьезным развитием и помощью малого и среднего бизнеса. Потому что, мне кажется, это один из главных факторов обеспечения рабочих мест, особенно в сельско-населенных пунктах. Я уверен, что и органы госвласти, и в первую очередь губернатор Игорь Викторович Кошин, он прекрасно знает эти проблемы, потому что буквально недавно на встрече с депутатами он именно во главу угла поставил вопросы занятости населения. Ну и хочу сказать, что все мы уверены в том, что будут предприняты адекватные шаги в этой ситуации, и, может, не хочу показаться банальным, уверен, что мы переживем и этот кризис. КОНЕЦ